Беседа о предательстве Иуды. Приписываемая. Ныне Дафна, предместе Антиохии, приятна и боголюбезна не потому только, что она источает прозрачнейшие потоки и питает прекраснейшие древесные ветви, но и потому, что заключает в себе необыкновенное растение – крест. Ныне здесь поистине источник целомудрия, страшный для пифийского демона. Уже не для ног людей нечестивых расстилает она свою равнину, но для вас, благочестивых, предлагает свою рощу, подобие того вожделенного места, того сада, в котором совершилось дерзкое предательство спасителя и насаждено было дело нашего спасения. Но я не знаю, о чем мне говорить при настоящем торжестве. Торжество воздвигает язык мой обвинять Иуду, а человеколюбие спасителя обращает уста мои к себе. И я объятый тем и другим, и ненавистью к предателю, и любовью к Господу. Но любовь, будучи больше и сильнее, превозмогает ненависть. Посему, оставив предателя, прославлю благодетеля. Прославлю не столько, сколько он достоин того, но сколько я могу. Как он преклонил небеса и сошел на землю. Как наполняющий собою весь мир пришел ко мне, сделавшись ради меня подобным мне. Как он избрал в ученики свои того, о котором знал, что будет его предателем, и повелел врагу следовать за собою, как другу. Как он не смущался предательством, а заботился о спасении предателя. Вечером, говорит евангелист, когда Иисус возлежал с двенадцать учениками, и они ели с ним, он сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Он предсказал о предательстве, чтобы предотвратить это беззаконие. Но в предсказании не указал на лицо предателя, дабы не огласить беззаконие ученика, которое еще не было известно со возлежащим. Видел ли кто такое человеколюбие Господа? Он и предается, и любит предателя. Кто испытывает презрение, милует презирающего? Кто, подвергаясь продаже, делает злого продавца участником своей трапезы? Кто щадит строящего козни? И во время вечери он сказал, истинно говорю вам, один из вас предаст меня. Как человек он спушал пищу, а как Бог возвещал будущее, свойственное моему естеству, он делает ради меня. Когда же все ученики были поражены этими словами и строго испытывали свою совесть, и время вечерия обратилось у них во время скорби, тогда каждый из них говорил, не я ли, Господи? Желая таким вопросом устранить от себя дурное подозрение, тогда спаситель, врачу и души, неблаговременно пораженных ответом, своим открывает того, который до то ли был неизвестный. А макнувши со мной руку, говорит он, тот предаст меня. Ибо Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, через которого Сын Человеческий предается, лучше было бы ему не родиться. Он жалеет того, кто не хотел жалеть себя самого, щадит того, кто не щадил собственной души своей, не хотел обнажать того, который давно уже обнажил себя, дабы ему дать время для покаяния и других учеников избавить от скорби. Но от всего этого предатель нисколько не сделался выше. Ему надлежало бы тотчас после этих страшных слов встать из-за стола, надлежало бы просить ходатайства о себе соучеников своих, надлежало бы обнять колено спасителя и умилостивлять его такими словами. Я согрешил человеколюбче. Я согрешил, сделал беззаконие, продав людям за малую цену неоцененную жемчужину. Я взял беззаконие, променяв на небольшие деньги неистащимое богатство. Прости меня, купившего себе вред и погибель. Прости меня, у которого золото похитило разум. Прости меня, злобно обольщенного фарисеями. Но он ничего такого не сказал и не подумал, а дерзким вопросом обнаружил бесстыдство души своей, сказав «Не я ли? Рави! О, бесстыдный язык! О, бесчувственная душа!» Как бы не зная, он спрашивает о том, что сам замышляет, и думает укрыться от недремлющего ока. В душе он носил коварство, а языком произносил слово неведение. В уме совершал предательство, а устами, как он думал, прикрывал свой грех. Употреблял такие же выражения, как и прочие ученики, а одинакового с ними нрава не имел. Будучи волком по душе, говорил голосом овец. «Что же ему, спаситель?» «Ты сказал», — отвечал он. Великодушным ответом он вполне разоблачил лицедейство нечестивого. Христос мог бы сказать ему, «Что говоришь ты, бесстыдный и лукавый? Что говоришь ты, раб денег и истинный сообщник дьявола? Ты дерзаешь притворяться незнающим? Ты дерзаешь скрывать то, что не может быть сокрыто? Разве я не присутствовал божеством при твоем злодеянии? Разве я не видел оком божества, как ты приходил к первосвященникам? Разве я и отсутствую не слышал, как ты говорил, что хотите мне дать, я предам его вам? Разве я не знаю, за сколько ты продал меня? Что же, и после обличения ты остаешься столь бесстыдным? Для чего ты стараешься утаить то, что намереваешься сделать? Предо мною все открыто. Так мог бы отвечать Христос, но он не отвечал так, а просто, незлобиво и кротко сказал, «Ты сказал», — научая нас поступать таким же образом с нашими врагами. Однако и после такого обращения Иуда остался больным. Не по небрежности врача, а по нерадению самого больного. Первый доставил все средства к спасению, а последний не хотел принять их. Но, предавшись одному сребролюбию, полюбил больше золота, нежели Христа, и остался предан и верен подкупившим его. Иуда, подошедший, сказал Христу, «Радуйся, рови!» и поцеловал его. Необычен этот способ предательства, совершаемый посредством лапзания и приветствий. И Зусу же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел? Для чего ты повелеваешь мне радоваться, намереваясь огорчить меня? Для чего ты льстишь словом, уязвляя делом? Для чего называешь меня учителем, перестав быть учеником? Для чего злоупотребляешь правами любви? Для чего делаешь знак мира, знаком предательства? Кому ты подражаешь в этом деле? Видел ли ты, чтобы так лобызала недавно ноги моей блудницы? Видел ли ты, чтобы так преклонял колено передо мной сотник? Видел ли ты, чтобы бесы так повергались предо мною? Знаю, кто показал тебе путь коварного лапзания. Дьявол внушил тебе такие объятия. А ты, повинуясь злому советнику, исполняешь волю его. Друг, для чего ты пришел? Исполняй гнусные условия, которые ты заключил с фарисеями. Скрипи документ в продаже. Подпишись под тем, что написано в твоих слов. Предай того, кто сам желает быть предан. Кроме ящика, приобрети еще и кошелек неправды. Уступи место разбойнику, имеющему за свое исповедание, получить то звание, которого ты лишил себя предательством. Тогда приступили люди и возложили руки на Иисуса и взяли его. Исполнилось пророческое изречение. Обошли меня, окружили, как пчелы сот. Возгорелись, как огонь в пернии. Псалом 117.12. Еще. Обошли меня псы многие, окружили меня, тучные восстанские. О, не злобе, свойственно только одному Господу. На небе Херувима и Серафима, не дерзая взирать на чрезмерную его славу, закрывает лица свои крылами, как бы руками. А на земле, когда руки беззаконно держали плоть его, он терпел. Видите ли, сколь долго терпеливого и человеколюбивого владыки вы сделались рабами. Будьте же и вы к врагам своим, к подобным вам рабам, такими, какими видите вы, был Господь к врагам своим. И вы будете созраны на духовную вечерю, и вы будете совозлежать вместе с владыкою. Да не окажется же между вами кто-нибудь Иудою по нраву. Все приступите в тишине и с миром. Все прибегнем к Спасителю с чистой совестью. Он есть пост и пиршество верных. Он питатель и пища. Он пастырь и агнец. Ему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.